Штрафы за административные правонарушения, алименты и жилищно-коммунальные платежи. Тремя этими обязательствами чаще всего пренебрегают жители города Лавытнанги. Такова статистика судебных приставов. Сегодня у них в работе находится 17 тысяч исполнительных производств на общую сумму 870 миллионов рублей. Сотрудники федеральной службы напоминают о старой традиции входить в Новый год без долгов. И предлагают горожанам принять участие в акции «Узнай о своих долгах». Подробнее расскажет мой коллега Максим Швец. Ежегодно тысячи должников и сотни миллионов рублей, предназначенных для взыскания, становятся головной болью для сотрудников судебных приставов. С начала декабря, в преддверии новогодних праздников, во всех территориальных отделах службы стартует акция «У Новый год без долгов». В течение месяца судебные приставы будут информировать недобросовестных граждан о наличии задолженности и призывать активнее рассчитываться со своими долгами. Найти себя в списках должников сейчас можно сразу несколькими способами. Такая услуга доступна для пользователей социальных сетей ВКонтакте или Одноклассники. Помимо этого, узнать о своих долгах можно на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов или установив мобильное приложение на свой телефон. Указываем адрес регистрации, имя, фамилию и отчество, дату рождения и буквально через пару секунд узнаем о наличии или отсутствии задолженности. Удобная опция для тех, кто не уверен в своей долговой истории. Необходимо следить за задолженностями. Нужно проверять, чтобы потом можно было спокойно выехать отсюда. Должен значит надо отдать, если пока на веку так было. Поэтому долг это святое, надо отдавать. Необходимо, конечно, на все сто. По базе данных, как давно себя проверяли, есть ли у вас задолженность? Есть. Если вы не оплатили штраф или налог, задолжали за коммунальные услуги или просрочили выплату алиментов, будьте готовы к тому, что вам могут ограничить выезд за пределы страны или арестовать ваше личное имущество. Для этого достаточно накопить долг в 10 тысяч рублей. Хотелось бы обратиться к должникам, гражданам, которые являются должниками, чтобы подумали о том, что в Новый год, как говорится, вступать в долгами – это нехорошо, плохая примета, также, возможно, какие-то запланированные выезды за пределы Российской Федерации, что тоже может обернуться плачевно для них. Также хотелось бы обратиться к должникам, которые имеют задолженность по алиментам, чтобы при принятии попытки для погашения долга по алиментам, хотя бы частично, чтобы ребенку приукрасить Новый год, сделать какой-то подарок. Всех с наступающим Новым годом. Новый год – отличный шанс начать все с чистого листа, оставив все плохое, в том числе и долги, в году уходящем. Ведь, как говорит народная примета, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Максим Швец, Александр Чирова. Программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин